Слава Богу, дорогие. Ну и так вот, третий, третий урок сегодня, третья такая темочка, где мы говорим о титулах, о духовных карьерах и так далее. И может эти темы не выглядят довольно глубокими, но я верю, они такие довольно отрезвляющие. Надо время от времени именно такие вещи тоже слушать. Да, апостол, пророк, пастор, евангелист, учитель. Это серьезные функции. Ну а если ты не апостол, не пророк, не пастор, евангелист, учитель, что? Бог забросил тебя, забыл тебя. Почему он не избрал меня? Я вроде бы не хуже, чем они. Вроде бы и проповедую не хуже. Вроде бы и знаю Писание не хуже. Почему так? Господь знает почему. Но лучше не спрашивать и не задавать такие вопросы. Лучше задать вопрос Господе, кем ты видишь меня, кем ты хочешь, чтобы я был в тебе? И если это ты хочешь этого, какое бы оно большое или малое не было, Да будет так. Буду ходить в смирение и удовлетворяться в тебе. Служение, дары, признание, титулы, саны могут стать идолами. И некоторые на них начинают работать. Некоторые на них начинают полагаться и уповать. И функционировать. И если кто-то сорвет с тебя этот титул, сан, полномочия, Невелика беда у тебя все еще будет Иисус. Наслаждайся Его титулом. Превыше всего. Наслаждайся в нем, им. Прославляй Его. У Него самый высокий сан. Представь себе, ты находишься в том, который самый высокий, самый талантливый, самый благословенный. И от этого ты должен быть счастлив и испытывать удовольствие. А я, а мне, а мое. А это уже исходит из других вещей. В Ефесянах Сказано, что Бог посадил Его, одеснуя Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Сюда можно и титул, и сановитость, и всякое имени, именуемое не только в семь веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его. И поставил Его выше всего главой церкви, которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. И представьте, мы в нем. вот чем можно хвалиться. Вот откуда черпать счастье, полноту, целостность, идентификацию. только когда мы сосредоточены на нем, и он все для нас, только тогда мы реализованы, осуществлены, заверены, исполнены, утверждены. А уже где я стою в церкви, у кафедры или при дверях? Это уже второй вопрос. Хочу открыть вам секрет. И особенно те, кто читали Рик Джойнера, знают, что есть те, которые интернационально известны, но они не сидят на Иисусе. Не, не сидят с Иисусом на престоле в небесах. Потому что многие первые будут последними. И многие последние первыми. Но есть те, кто сейчас в этом мире, о них никто не знает. Но Бог их знает. И в тайной комнате они имеют власть и силу, способную изменять континенты и страны. И об этом даже никто и не знает. И Бог сокрыл их, чтобы им не воздавалась слава. но из тех, которых имя известно, есть видимость определенной духовной активности. Но не так многое меняется. Брат Дмитрий, меня никто не знает. Достаточно того, что Иисус тебя знает. Это самое главное. Потому что многие, кто были первыми и поместили свою идентификацию в чудеса и сверхъестественное, подошли к нему и сказали, Господи, не Твоим ли именем многие чудеса творили, изгоняли бесов, исцеляли больных. И Он скажет, я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие. Вы делали беззаконие и совершали духовное служение. Но я больше, чем служение. И вы не изменились, поэтому вы не знаете Меня. Вы не познали Меня лично. Поэтому ничего личного нас не объединяет. Вы не ходили за Мной. Вы ходили за своим служением. Вы призывали Мое имя, вы молились Мне. Вы постились. Но не для Меня и ради Меня, а ради того, чтобы процветало и преуспевало ваше служение и вы в Нем. Вы не отождествились вы не отождествились со Мной. Если бы вы отождествились, вы бы не творили те беззакония, которые вы творили, находясь в служении. Поэтому не спеши называться каким-то громким титулом. Не спеши сделать визитную карточку и написать, что ты пророческий апостол или апостольский пророк. Думай о себе скромно. Интересно, что в своей жизни я встречал апостолов, пророков настоящих и общался с ними лично и с некоторыми из них имел честь служить вместе. Имен называть не буду. Знаете, когда они делятся лично, они говорят, что они терпеть не могут все эти титулы. Когда куда-то приезжают и их спрашивают кто вы, как нам вас назвать, как нам представить вас в этой общине. Какая разница? от того, что кто-то назвался апостолом, это не значит, что он апостол. Пусть апостольская функция или пророческая функция высвободится. Я знаю этих людей, их не беспокоят эти титулы. И они не любят, когда к ним обращаются по титулам. И сами себя они не называют апостолами, пророками. Есть те, которые наоборот каждый раз ой, я апостол, я пророк, я пророк, я апостол. Ой. Думаешь, помилуй мя Господи. Поэтому очень интересная тема, очень важная тема. Вдруг неожиданно так пришла, произошла, и думаю, надо поделиться, надо высвободить. Знаете, друзья мои, вы можете спросить меня лично. Брат Дмитрий, кто вы и что вы? Я скажу, не ваше дело. Я знаю, кто и что я. Я знаю, что я только начал. Я знаю, что я не зрел, а когда плод не зрелый, ему лучше не высовываться, не выпячиваться. Да, он висит, на него смотрят, но если он не зрелый, лучше не говорить, что он зрелый. Потому что, в конце концов, вкушавшие разочаруются. Ну, брат Дмитрий, отождествляете ли вы себя как-то в духе, с каким-то саном? Да, да. Все, кто меня знают лично, меня называют преподобный. Мне это нравится. Откуда вы взяли это? Из Библии. Святые твои да облекутся во спасение и преподобные твои да насладятся благами. Преподобные твои. Мы все преподобные, то есть те, которые возрастают и зреют в уподоблении Господу Иисусу Христу. Такой титул мне нравится. Я отождествляю себя как ученик Иисуса. Но ученик, который очень незрелый, который не всегда отвергает себя, берет крест и следует за Господа. Который иногда избирает себя, отвергает крест и следует за чем-то другим. но тем не менее моя цель быть учеником Иисуса. Да, я хочу быть другом Иисуса Христа. Другом Иисуса Христа. Я хочу быть сыном. Я верю, что наивысшая честь в Царстве Божьем это быть сыном. Не апостолом, не пророком, не учителем, не пастором, не евангелистом. Сыном отца. Ну, вот так вот вкратце. Потому что, конечно, мы никуда не денешься, привязываем себя и отождествляем себя с тем или иным. Буду заканчивать. Я думаю, более-менее то, о чем я хотел поделиться с вами. Я поделился. Это не значит, что все эти служения и названия служения они не важны, они ничего не значат. Нет. Есть апостолы, есть пророки, есть учителя, пастора, евангелисты. Мы сами об этом учим. Есть дьяконы, пресвитеры, бессвитеры. Есть епископы. Припископы. Разные. Разные титула. Старейшины. Что я, опять-таки, называю функцией. Язычники господствуют. Помните? Но среди вас да не будет так. Среди вас да не будет так. Конечно же, есть подотчетность, в которую я верю. и в которой я стараюсь пребывать. Конечно, есть. Я имею в виду даже подотчетность не лично перед Богом, а перед тем, кого Господь поставил. Потому что мы все, абсолютно все, нуждаемся в корректировках, исправлениях. Никто не может быть выше этого уровня, где ты уже больше не корректируешься, не исправляешься. нужны регулярные корректировки, исправления. Я не говорю напрямую от Бога лично, а через того, кому-то подотчетен, или через тех, кому-то подотчетен. Господу в лице также, человеческом. я понимаю подотчетность здравую, основанную на любви, а не на контроле и манипуляции. И тщеславие. Всегда надо опасаться, знаете, в первом Иоанна, Иоанн говорит в конце, дети, храните себя от идолов. Добавлю, но не к Священному Писанию добавлю, а вот так вот скажу тоже. Будем хранить себя для того, чтобы не быть идолом. Для себя самих и не быть идолом для других. Очень опасно. потому что Бог рано или поздно разбирается с идолами. И Он разбирается с ними серьезно. Поэтому лучше не выпячивать себя, когда Господь не показывает нас. и предпочитать быть сокрытыми больше, чем быть открытыми. А если открытыми, то только тогда, когда Господь показывает и открывает нас, а вернее себя, через нас. Да, есть лидерский состав, есть лидеры в церкви, да. Есть те, у кого есть большая власть и меньшая власть, большая сила и меньшая сила. Но есть то, что объединяет нас. И есть тот, в ком мы едины. Когда мы придем на небеса, там уже не будет апостолов, пророков, пастырей, евангелистов, учителей. Там будут святые, там будут сыновья, там будет невеста, там уже не будет нужды подготавливать святых на дело служения. Там уже не нужно будет изгонять бесов, вести духовную войну. Это все мы делаем здесь, на земле. И многие функции, или так называемые титулы, которых мы ищем, они все же будут временные. Смотри, как бы тебе без работы не остаться на небесах. потому, что апостольство закончится, пророческое закончится, но сыновство никогда не закончится. И все мы будем царственным священством там, потому что мы уже царственное священство здесь. И слава Богу, Бог не лицеприятен. Он любит каждого из нас одинаково, такой же любовью, какой он любит Иисуса Христа. Ни меньше, ни больше. мы все облагодатствованы, возлюблены. Каждый своим образом. Иногда самый великий нуждается в самом малом. чтобы этот самый малый, как тот же Анания, помолился за такого великого, как апостол Павел, который еще не был тогда, да, велик, но начинал свой путь, но тем не менее. Тем не менее. Поэтому будьте проще. если вас называют апостолами, если вас называют пророками, они видят вас в это. Пусть называют. Если хвалят вас, главное, чтобы ваши уста не хвалили себя. Но будьте осторожны, когда люди хвалят. Поэтому мы не отвергаем апостольского, пророческого этих всех прекрасных функций в теле Христова. Но наше основное отождествление и идентификация не в этом, а в нем. Благословений всем вам. Амин. Аминь. Аминь.